Принятый Госдумой еще в ноябре в первом чтении закона о государственной биометрической системе кардинально переработан с учетом предложений Русской Православной Церкви. В первоначальном варианте все биометрические данные россиян в обязательном порядке должны храниться только в единой государственной системе, а сторонние организации будут использовать данные только с разрешения властей. Я бы очень хотел, чтобы в выступлениях наших коллег, партнеров, которые они потом выкладывают в свои социальные сети, не звучала мысль, которая вводит людей в заблуждение, что принимая этот закон начинается сбор биометрических данных. Этот джин давно выпущен из кувшина. И сейчас сбором и хранением биометрии занимаются коммерческие структуры без всяких правил. И сейчас мы должны описать и урегулировать явление, которое вошло в жизнь каждого человека, кто пользуется какими бы то ни былыми гаджетами. Однако в понедельник, 13 декабря, патриарх Кирилл направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо. Признавая необходимость госрегулирования сбора биометрии и учитывая незащищенность любой базы данных от утечек, Церковь выступает за право граждан отказаться от биометрической идентификации и за гарантию недискриминации в случае такового выбора. И уже во вторник глава Думского комитета по информационной политике Александр Кинштейн объявил, большинство предложений Церкви будут учтены, а в законопроект несут запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии. При этом человеку нельзя будет отказать в предоставлении услуг о передаче товара, выдаче документов, предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг. Антон Горелкин сообщил, что создадут особый наблюдательный орган, который будет отслеживать применение норм закона и не допускать ущемления прав граждан. Продолжение следует... Продолжение следует...